Глава государства Касымжимар Тукаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил ряд объектов промышленного сектора, медицинской сферы, образовательные и спортивные учреждения. Также президент ознакомился с работой Центра лучевой терапии и диагностики. Титаномагниевого комбината встретился со студентами и побывал в мастерской Лубаня. Подробнее о визите в материале Бадагос Айджановой. Рабочая поездка Касымжимар Тукаева в Восточно-Казахстанскую область началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного центра онкологии и хирургии. Медицинское учреждение функционирует на протяжении 77 лет. Сейчас это один из передовых в СНГ центров лечения онкологических заболеваний. Клиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, к примеру, линейным ускорителем и магнитно-резонансным томографом последнего поколения. А современная система архивирования ПАКС не только позволяет длительное время хранить радиологические снимки, а она еще предоставляет быстрый доступ к данным пациентам, даже удаленно, и дает возможность добавить результаты исследований в электронную историю болезни. Здесь же планируют открыть ПЭД-центр с полным комплексом технического оборудования. В нашем центре представлены все виды лечения онкологических заболеваний. Это и хирургия, это и лучевая химия, реабилитация. Поэтому весь спектр лечения мы нашим пациентам предоставляем здесь, и необходимости выезжать за рубеж нет. И у нас есть статистика, если буквально 7-8 лет назад у нас достаточно большое количество выезжали все-таки за рубеж, то сегодня эта цифра стремительно снижается. Кроме того, к нам приезжают на лечение и из других регионов, а также из ближнего зарубежья, в частности, вот у нас лечатся наши соседи из России. У нас вот сейчас проходит лечение Украина, Монголия, Узбекистан. То есть мы привлекательны тем, что у нас есть все новые технологии, и плюс есть, самое главное, это обученные специалисты. В центре ежегодно проводят более 3000 хирургических операций, 60% из которых выполняются методами малоинвазивного лечения. Глава государства побеседовал с врачами центра и пожелал им успехов в деятельности. Он подчеркнул важность создания таких современных медицинских объектов в стране. Специалисты, работающие здесь, периодически проходят обучение за рубежом в Великобритании, Италии, Израиле. Далее в графике президента промышленный сектор. Восточно-Казахстанская область по праву называют индустриальным регионом. Один из гигантов – Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат. Это один из крупнейших в мире производителей титана, слитков и сплавов. Здесь налажен полный цикл производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции. В мировом сегменте доля отечественного титана составляет 11%, в аэрокосмической отрасли – более 20%. Сегодня президент встретился с рабочими комбинатами и осмотрел производственные цеха. По многим параметрам передовые, здесь очень современное оборудование. Казахстан занимает видное место на мировом рынке по производству. 11% мирового производства требуется на данном предприятии. Я смотрю обстановку в коллективе, достаточно побочее. Настроение хорошее. За 13 лет прошел путь от рабочего до мастера. Мой отец, Павел Владимирович, трудится в этом же цехе. Он на комбинате уже больше 40 лет. Отец говорит, что за эти годы наш селот не останавливался ни на одну минуту, даже в самый сложный период. Мы получаем хорошую заработную плату, большой социальный пакет. У нас есть все для того, чтобы спокойно жить и трудиться, воспитывать своих детей в мире и согласиться в своем родном Казахстане. Продукцию ТМК используют мировые и крупные производители, как Airbus, General Electric, Boeing. Казахстанский «Титан» также используется в судостроении, энергетике, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию и Китай. В ближайшие десятилетия комбинат планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на 207 миллиардов тенге. Отметим, президент не раз говорил, стране нужны отраслевые специалисты. Сегодня молодые кадры готовят в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Давлета Серегпаева. Здесь президент ознакомился с мастерской Лубани. Студенты практикуются в деле, проводят симуляционные испытания автомобильных систем. Отдельное внимание уделяется изучению новых технологий по техническому обслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей. В нашем университете произведены первые казахстанские кейджи, имплантанты для травматологии, артипедии. Разработаны технологии более 40 имплантантов и медицинских инструментов. Президент побеседовал со студентами. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как мастерская Лубани. Еще один из объектов, который посетил президент – опытное хозяйство маслячных культур. Главе государства в элитно-семеноводческом хозяйстве продемонстрировали новые гибриды подсолнечника, сорта сои и яровой пшеницы, выведенные в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности. Семена, произведенные здесь, пользуются высоким спросом среди казахстанских аграриев и экспортируются в регионы России. Глава государства положительно оценил успехи предприятия. Бутагус Айджанова, Айдос Янтибеков, Айдос Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента 24КИЗ, Усть-Каменогорск.